И всем привет, ребят, с мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами начинаем обзор устройств с нового ивента, которые я считаю более сильными, которые есть у меня на аккаунтах, и которые вы бы хотели бы, чтобы я протестировал, чтобы я рассмотрел. Сегодня мы начнем с грома на дальность, посмотрим на это устройство, потому что многие ребята, как по мне, его переоценивают и говорят о том, что он, мол, очень сильный, и стоит его брать с этого ивента. Посмотрим, так ли это на самом деле, скатаем на громе на дальность, надеюсь, что нас запикает на какую-то большую карту. Ну а если вы ждали данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только в аккаунте, кстати, мы личные так-тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форум, которая есть в описании. Что касаемо грома на дальность, лично мое мнение, это на сегодняшний момент времени явно не самое сильное, не самое интересное устройство с этого ивента, да, и реализовать сейчас гром на дальность стало значительно-значительно сложнее без того самого кризиса, который был раньше, да, то есть тот старый кризис давал возможность таким пушкам, вот как гром на дальность, там какие-то скорпионы, шафты, то есть давал возможность этим всем дальнобойным пушкам значительно лучше себя реализовывать. Сейчас же, если мы берем даже просто бустер, да, либо мы берем гипериона, да, на котором я вот, в принципе, последнее время все время играю, то я бы сказал, что такие пушки на дальность уже не работают жестко, да, они уже не наносят столь большое количество урона, чтобы говорить о том, что оно может прям сильно нагибать. Мы можем даже, кстати, в рамках этого боя взять... Ничего себе, чат открыл, у меня же залагало. Мы можем взять в рамках этого боя бустера, да, потому что закидывает меня на довольно-таки хорошую карту, только я не могу понять, что у меня происходит. Это непонятные лаги, так, ладно, вроде как все четко. Итак, возьмем бустера, ну и посмотрим, что у нас вообще по этому поводу получится. По бездашным танкам, либо по дашным танкам без резиста, в принципе, с этого грома залетает довольно неплохой урон, да, 1350 урона с тычки через всю карту, я считаю, что это неплохой урон, да, но нужно понимать, что все-таки, если мы берем резист от этой пушки, да, то ситуация становится значительно-значительно хуже, и уже такой урон наносить будет крайне-крайне сложно, да. Так, ну и противник у нас играет по точке, поэтому нам бы вообще переместиться под правую зонку. Резиста, кстати, 2 от грома, и мне это очень сильно дает возможности хоть какой-то урон здесь наносить, и я надеюсь, что наносить хороший урон, да, именно по цифрам. Ну и мне самое главное, это широкая дистанция, да, то есть задача стоять как можно шире от противника, чтобы у меня как раз залетал максимальный урон с грома, так как урон очень сильно режется, да, и уже на средней дистанции я наношу, ну, грубо говоря, половину от максимального, да, то есть вот с такой дистанции уже половина наносится от максимального. Ну и вы видите, что я киллов особо сильно не добиваю, да, то есть урона может быть в целом наносит этот гром довольно небольшое количество, но киллов, как правило, он такое большое количество уже не делает. Но это с эгиперионом. Попробуем сейчас взять бустера, да, попробуем на бустере сыграть, посмотрим, что будет на бустере, потому что на бустере я, честно говоря, на этом громе давным-давно уже не играл, и есть вероятность того, что как раз-таки с бустером будет очень неплохой урон залетать. Пока я, короче, играю как чисто чел, который хочет сыграть на жесткое УП, потому что пока что меня противник здесь не сливает, и мы просто перекатываем с зонки на зонку и пытаемся наносить хорошее количество урона. Кстати, к слову, если честно, не так все плохо. Довольно-таки даже и неплохо залетают у нас пока что по урону. Если было бы сейчас бы у нас в игре показатель нанесенного урона, то я думаю, что по показателю нанесенного урона у меня бы сейчас было бы очень солидно, прям очень солидно, потому что... Опа, вот рельса мне залетает. Ну и это, кстати, повод взять бустера. Рельса была, кстати, с прострелом. Рельса с прострелом тоже есть в рамках этого ивента. Ну и вообще, в принципе, пишите, какие устройства вы бы хотели увидеть первыми на обзор. Да, потому что устройств довольно большое количество. Не знаю, все ли устройства мы успеем протестировать, но у вас есть возможность как минимум ускорить возможность теста тех устройств, которые вам интересны. Вот, например, гром на дальности. Я знаю, что большое количество игроков как раз-таки обсуждало это устройство, и если вы его обсуждаете, то я как раз-таки его и тестирую. Так, шикарный пиксель, если честно, залетает от Шареллы. И, кстати, Шарелла-то летит хорошая, еще и под оппонента, который стоит там в самом-самом далеке карты. Это очень хорошо. По полторушке, короче, уже наносит гром с бустером. В принципе, урона становится на 200, да, на 200 урона больше. Ну и эти 200 дополнительных урона дают вам что? Дают вам возможность сливать за 2 выстрела средний танк. Если он не прожимает, например, аптеку, то у вас есть возможность за 2 выстрела его слить. В целом, это, ну, довольно неплохой буст, я бы сказал, да. В целом, это довольно неплохой буст, который даст вам возможность большего наноса урона. Так, и у нас, получается, 8 минут до конца боя остается. У меня 10 киллов за такую катку. Сказать, что это супер большое количество киллов, я не могу, да. Ну и сказать, что я прям супер-супер слабо себя показываю, если учитывать тот факт, что у меня первое место по очкам в рамках этого боя, я тоже не могу. Соответственно, в принципе, довольно неплохо себя пока что показывает наше вооружение. Так, практически мне ваншот залетел от шафта. Чуть он не досвел вроде, или у меня просто резист от шафта. Нет, резиста у меня нет, значит, он не досвел. А не урона, потому что, по идее, должен был быть ваншот. 2 800 в голову, без ДАшки, без резиста залетает у нас, получается, да. 3000 урона вот здесь вот такой вот. В принципе, очень хороший урон, если без ДАшки, очень хороший урон. Под бустером сразу, ну вот вы видите, что ситуация становится значительно-значительно лучше и значительно приятнее по урону. Да, ну и наши тиммейты еще и точки параллельно захватывают. Соответственно, все это дело выглядит вообще шикардосовски. Так, пытаемся здесь шафта зареспить, отлично. Еще плюс килл, отлично, еще плюс килл. ДДшечка у меня никогда не уходит, то есть у меня, грубо говоря, тот же самый кризис. Да, только он поднерфленный, если учитывать тот факт, что сейчас все-таки кризис довольно-таки слабый дрон. 17 киллов, 7 минут до конца. Ну и, честно говоря, есть такое ощущение, что на больших картах до сих пор грома на дальность реально реализовывать. Да, и я что-то как-то, может быть, даже недооценил его, говоря о том, что он суперслабый. Но здесь еще нужно понимать, что от меня нет реза, да. То есть, если будет большое количество резистов от этого грома, то боюсь, что ситуация с ним будет крайне-крайне тяжелая, да. И вряд ли что-то получится хорошее прям реализовывать. Поэтому здесь еще очень и очень многое зависит от количества ваших резистов у оппонента. Если количество резистов большое, то возможность вашей реализации будет значительно-значительно хуже. Так, Сесулендр здесь залетает. Поэтому от этого тоже нужно отталкиваться. Если от вас большое количество резов, то уже этот гром вы так хорошо реализовать не сможете. Так, ну, блин, надеюсь, что не в стену, но походу в стену. Нет, вроде не в стену. О, уж шикарно. Меня повезло, что не в стеночку залетело, потому что Шарелла летела очень хорошая под оппонентика. Ну и, в принципе, два даблкила сделали. Плюс еще неплохая наносочка лечения по своему союзнику. Так, ну что, пока что все шикарно. 23 килла у меня. ДДшечка есть дроповая. Подберем дроповую ДД. Пока что я стою супер пассивно на расстоянии, чтобы у меня как раз таки с дистанцией была возможность наноса хорошего урона. Ну и даже, если честно, и на средней дистанции получается наносить неплохие цифры урончика. В целом выглядит пока что все очень и очень хорошо. И, когда я начинал эту катку, от меня было, получается, два резиста. Да, сейчас от меня ноль резистов. Просто ноль. Да, то есть, за счет того, что ноль резов от грома, есть возможность еще более плотненького, хорошенького урона. Только вот противник весь уже где-то прячется за стенками. Попробуем здесь сейчас от стены. Дай тычку, бля, не могу. Три раза промазал. Три раза промазал по тому месту, где можно сплэшом дать было урона по противничку. Так, здесь гауссик открывается, закрывается. Но противник очень пассивно стоит, что я даже с громом на дальность не могу найти зоны, где я бы мог по ним наносить урон. Да, и подреспить их. Так, ну вот здесь вот, например. Здесь вот по гауссу неплохо можно закидывать. В целом неплохо! В целом очень неплохо, если честно. Я даже в моменте немножко удивлен. Но по урону реально смотрится хорошо. 30 киллов это как с куста можно делать. Спокойно причем. Просто спокойно делать 30 киллов можно с этим громом. Ну и в моменте даже, я думаю, что можно и сороковочку выжимать. И условно там какую-нибудь песяточку выжимать. На какой-нибудь большой карте, где противник открывается постоянно под вас. Да, где не вы двигаетесь по карте и ищите оппонента. А где вы стоите просто там, например, на стадионе каком-нибудь. Да, и через всю карту противник под вас открывается. И вы просто его спокойненько респите. Да, то есть на таких картах еще больше у вас будет возможности реализации. Но даже в такой катке, где противник там пассивно играл, прятался. Ну практически 30 киллов я с каточки выжил. Что в принципе считаю хорошим показателем. Да, считаю, что это довольно неплохой результат. Ну и каточку мы завершаем досрочно. 27 киллов, 600 практически очков. При том, что я делал только киллы. И вот подъехал только на последнюю ластовую точку. В целом очень неплохо. Ну и если изначально я думал, что этот гром не стоит брать на дальность. Да, то сейчас в целом, да, в целом. Если вы лютый кемпер, пассивный кемпер. И учитывая тот факт, что кризис может быть в будущем апнут. То в целом на дистанции это устройство на гром смотрится довольно-таки неплохо. Да, довольно-таки неплохо, на мое удивление. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этого грома. Какие у вас планы, брать его, не брать. Да, смотрели ли вы вообще этот громчик. Ну и пишите, конечно же, какие устройства вы бы хотели видеть в ближайшее время на обзор. Какие рассмотреть, какие протестировать. Поэтому пишите. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.